В эфире новости в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Предварительные итоги социально-экономического развития страны подвели на расширенном заседании правительства под председательством главы государства. По словам Касымжимарта Тукаева, накопилось немало актуальных вопросов, в том числе рост инфляции. Подобная ситуация негативным образом влияет на уровень жизни и доходы населения, подчеркнул президент. Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа. Принят план действий по реализации предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и Акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам. Президент поручил кардинально перестроить работу госаппарата. В частности, изменить работу канцелярии премьер-министра, где, по его словам, сохраняется формальный подход к исполнению его поручений. Сроки по многим причинам затягиваются и переносятся. У ответственных чиновников отсутствует самостоятельность, отметил он. С начала года администрация президента в адрес госорганов и должностных лиц направила больше 400 замечаний. Контроль со стороны правительства глава государства назвал неудовлетворительным. На решение проблем госаппарат должен реагировать эффективно, используя все возможные площадки, но без фанатизма. Особенно, когда дело доходит до социальных сетей, подчеркнул президент. Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерства, кематов и аппарата правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказание будете получать в реальном мире. Избавиться от хронической зависимости от трансфертов Национального фонда поручил Касамжимар Тукаев правительство. Он указал на то, что его инвестиционная доходность на порядок ниже аналогичных фондов других стран. За последнее десятилетие она едва ли превысила полтора процента годовых, в то время как доходность сингапурского фонда составляет порядка шести процентов, а норвежского – семи с половиной процентов. Это, по мнению президента, наглядно демонстрирует значительную неэффективность уполномоченных на управление органов. Касамжимар Тукаев напомнил, что активы Национального фонда должны вырасти в ближайшие 7 лет до 100 миллиардов долларов. Поэтому тратить из него нужно меньше, а зарабатывать больше. Однако пока с этим есть проблема. К Абмину и Национального фонда президент поручил внести предложение по совершенствованию управления Национальным фондом. Кроме того, глава государства напомнил, что через год начнется начисление половины инвестдохода Национального фонда детям и казахстанцам, которые будут пристально следить за состоянием его дел. Национального фонда подлинно народного общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и нацбанк осознавали это в полной мере. Касамжимар Тукаев назвал производственный травматизм реальной проблемой. С начала года в Казахстане на рабочих местах погибли 157 человек. Больше тысячи получили травмы. Президент отметил, на отдельных предприятиях, цитата, «аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер». Речь идет в том числе и о компании ArcelorMittal Cimertao. Компания, по словам Тукаева, нарушает законы и не исполняет инвестобязательства. Только в этом году на предприятии погибли 14 человек. А за 16 лет на ArcelorMittal Cimertao скончались выше 100 казахстанцев. Тукаев отметил, что общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль за решением проблемы президент поручил премьер-министру. Президент раскритиковал правительство за изношенное состояние канализационно-очистных сооружений. По словам Касамжумарта-Тукаева, сейчас по стране насчитывается около 70 проблемных объектов. Данные объекты эксплуатируются в республике уже несколько десятилетий. Технологии и оборудование безнадежно устарели, что в конечном итоге негативно отражается на экологии. Несмотря на серьезность ситуации, глава государства считает, что кабинет министров и Акима буквально бездействует и не спешат решать проблему. Более пяти лет не решается вопрос строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений. Заявленные планы так и не были реализованы. Вместо того, чтобы наверстать упущенное, правительство и Акима решили пересмотреть планы в сторону снижения и запланировали реализовать к 2025 году только 7 проектов, а по стране у нас 68 проблемных КОС. Аудит всех ТЭЦ и электросетей в Казахстане завершится в первом квартале следующего года. Об этом во время заседания рассказал премьер-министр Алихан Смаилов. Проверят в стране также все теплосети. Смаилов доложил главе государства о работе по модернизации теплоэлектросетей в стране. Сейчас идет работа по подключению Западного Казахстана к единой энергосистеме Казахстана. А также реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции». Она позволит снизить изношенность сетей, а также трубопроводов на 20%. Для этого необходимо привлечь почти 4 триллиона тенге инвестиций и отремонтировать больше 134 тысяч километров инженерных сетей. Кроме того, на заседание выступил и первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который рассказал о предварительных причинах аварии на Экебастузской ТЭЦ. На момент технологического нарушения без теплоснабжения остались 149 многоэтажных жилых домов и порядка 200 частных, а также 10 школ и детсадов. В течение суток было подключено 79 многоэтажных домов и часть жилого сектора. Вместе с тем, в связи с несогласованностью действий штаба, КСК, а также жителей, в 70 многоэтажных жилых домах была разморожена система теплоснабжения. Кроме того, из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количестве порывов и возможностях аварийных бригад, существенно затянулось время ликвидации технологических нарушений на теплотрассах. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. В Петропавловске из-за очередной аварии на водоводе подтопило несколько дворов и торговые склады. Два крупных микрорайона частично остались без водоснабжения. Трубу прорвало поздно ночью. На въезде в город холодная вода хлынула вниз, где расположены частный сектор, объекты бизнеса и железная дорога. Сейчас там все еще откачивают воду. Пришлось перекрыть улицу, которая местами превратилась в каток. Для движения автотранспорта ее открыли только к обеду. Тем временем специалисты водоснабжающего предприятия до сих пор устраняют повреждения. Позвонил сосед где-то в 3.40. Спасайте собаку. Мы вышли, а тут вот он результат. Собаку затащили домой. Весь двор, гараж полный, погреб полный. По юго-западному водоводу у нас произошло повреждение на трубе диаметром 800. Труба была реконструирована в 2009 году. На сегодняшний день причина уже сейчас практически известна. Оторвало буртовую втулку, как вы помните, на Жумабаево такая же ситуация была. Давление понижено. Это бензострой и рабочий поселок. Сейчас стараемся нагнать давление, чтобы люди были с водой. Сегодня жители Мактау планируют возобновить подачу горячей воды. Обещание дал Аким города Ербол Избергенов. По его словам, сотрудники градообразующего энергокомбината и государственного коммунального предприятия круглосуточно трудились над устранением проблемы. Вчера по заявлению Акимата питьевую воду подавали без ограничений. Напомню, перебои с горячей водой в городе начались с 4 декабря. Позже и питьевую воду стали подавать по графику. Ограничения ввел энергокомбинат, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и избежать выхода из строя технологического оборудования, так как в резервуарах предприятия уровень воды понизился до критического уровня. Всем известно, что в последние дни ситуация с водой в городе обострилась. Специалисты круглосуточно устраняли проблему. Я выражаю благодарность каждому за понимание. На расширенном заседании правительства глава государства высказался и о проблемах с ценообразованием. Он перечислил основные направления борьбы с ростом стоимости продуктов. Это, по его словам, снижение их себестоимости, устранение непродуктивных посредников, а также доступ к торговым сетям и дешевым оборотным деньгам. В то же время большинство фермеров не имеют мощности по хранению овощей и вынуждены продавать их прямо с поля. В результате они недополучают доходы, а продукты в период межсезонья очень дорогие. По словам Касамжмарта Токаева, продовольственная безопасность – это базовые условия прогресса страны. Поэтому развитие агропромышленного комплекса и сельхозпереработки должны быть приоритетом для правительства и Акимов. Затронул президент и тему развития сельских территорий. Касамжмарта Токаев заявил, что на следующий год пройдет под эгидой повышения благополучия и качества жизни сельчан. Глава государства поручил правительству разработать концепцию развития села. К этому процессу, по его словам, следует максимально привлечь экспертов, аграриев и общественников на местах. Анонсировал президент и запуск новых проектов по модернизации местного здравоохранения. Так будут построены порядка 700 новых медобъектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. Вместе с этим будут решаться и проблемы с дефицитом пастбищ. Вместе с тем дефицит пастбищ вокруг сельских населенных пунктов сохраняется. Он составляет около 9 миллионов гектаров. По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5 миллионов гектаров сельхозземель. В основном пастбищ. Теперь правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах. Касамжимар Тукаев заявил о также невыполнении плана в рамках национального проекта по развитию АПК. При запланированном вводе 65 проектов по переработке сельхозпродукции и фактически введен только 31. Глава государства поручил в кратчайшие сроки решить проблему, а также обеспечить страну основными видами продуктов питания. В заключении глава государства объявил об общестрановом проекте по развитию сельхозхозяйственной кооперации с выделением триллиона тенге. По словам Касамжимар Тукаева, он охватит более миллиона сельчан. Еще одна новость. Заседание правительства. Кабмин разорвал сразу 12 контрактов с недропользователями. Алихан Смаилов сообщил президенту о ревизии более 300 соглашений на разведку и добычу урана и углеводородов. В целом глава Кабмина отметил, что выявлено 27 контрактов с нарушениями. По остальным продолжаются соответствующие работы, подчеркнул премьер. Добавлю, что с начала года правительством ведется системная работа по пересмотру контрактов и выданных лицензий. Правительство недостаточно хорошо работает в части информирования населения о легализации автотранспорта. Президент раскритиковал работу ответственных лиц. По его словам, все подробности должны быть понятны и доступны гражданам. Как только внесут необходимые изменения в законодательство, можно будет узаконить иностранное авто. Вопрос должен решиться в течение полугода. Услуга будет стоить 250 тысяч тенге. Где 200 тысяч тенге – это первичная регистрация, остальное – пошлины за техпаспорт и госномер. Новшество не коснется автомобилей, которые находятся в розыске, и тех, что не прошли таможенную очистку, либо везены после 1 сентября текущего года. По данным МВД, до конца срока оформлено более 300 тысяч полисов автострахования. Больше всего машин из России, Кыргызстана и Армении. При этом 88 тысяч российских авто не стоят на учете. Что касается армянских авто, они подпадают под легализацию. Для них таможенное декларирование не требуется. С января 2023-го они будут считаться товарами ЕАЭС. Еще одна актуальная проблема. Мы приняли решение по легализации иностранного автотранспорта. Однако правительством не организована надлежащая информационная работа. Правительству следует на системной основе и доступной для людей форме разъяснять суть и алгоритм легализации. Правительству следует на системной основе и доступной для людей форме разъяснять суть и алгоритм легализации, чтобы исключить кривотолки сейчас и недопонимания в дальнейшем. И к событиям в мире. Сильный снегопад стал причиной задержки или отмены всех рейсов в трех крупных британских аэропортах. Только в Хитроу не смогли вылететь 50 бортумф. Из-за тумана авиадиспетчеры ввели ограничения на количество самолетов, которые могут приземляться и подниматься в течение часа. Накануне снегопад стал причиной серии дорожно-транспортных происшествий. В регионе закрыли несколько крупных автомагистралей. Отвечу в Лондоне сейчас 0 градусов. На территории Шотландии холоднее. В Глазго минус 7. Тем временем в столице России также возникли проблемы с авиасообщением. Из-за снегопада задержаны не меньше 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов. Отмечу на выходных мегаполис накрыл снегопад. Следом шел ливень. За ночь местами выпала больше половины месячной нормы осадков. Сильные снегопады сковали и улицы Санкт-Петербурга. Всему виной южный циклон Биргит. В городе сильный ветер, снег. Из-за непогоды в Международном аэропорту Пулково задержали десятки рейсов. На дорогах рекордные пробки. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в регионе может выпасть от 8 до 13 миллиметров снега. Непогода обрушилась и на Балканы. В Боснии и Герцеговине, а также в Хорватии затоплены десятки домов и участков автомобильных дорог. Все из-за разлившихся рек. Несколько ферм отрезаны от главной дороги паводковыми водами. Власти предупредили жителей пострадавших районов о необходимости подготовиться к эвакуации, если дожди не прекратятся. Дом моей 87-летней мазери был затоплен. Толщина воды полметра. То же самое и у ее соседей во многих домах. Ситуация очень тревожная. Моим гостям пришлось уезжать со двора на лодке. Сильный снегопад и ветер обрушились на некоторые регионы Словакии. На востоке страны за раз выпало до 30 сантиметров снега. Это нарушило движение автомобилей и парализовало общественный транспорт. На место происшествия направили 120 пожарных, а также на ряд полицейских, которые регулировали движение. В регионе объявили режим ЧП. Власти рекомендовали местным жителям не покидать дома без острой необходимости. В Казахстане ужесточили требования к поставщикам услуг по программе «Артспорт». На каждого ребенка теперь будут выдавать всего один ваучер, хотя раньше можно было получить сразу два. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Новые правила позволят охватить большее количество несовершеннолетних. Также снизили возрастной порог в некоторых секциях. Записаться, например, на вольную борьбу отныне можно, начиная только с 10 лет, а не с 5, как было ранее. Усиленные по отношению к организаторам кружков и санитарные требования, отмечу ранее, Генпрокуратура заявила о миллиардном хищении по программе «Артспорт». В Караганде врачи борются за жизнь пожилой женщины, пострадавшей при взрыве газового баллона в частном доме. Напомню, ЧП произошло из-за утечки газовоздушной смеси. Взрыв привел к пожару, в результате которого обрушилась часть наружной стены. Пострадала семейная пара и 8-летний ребенок. 70-летний мужчина скончался в больнице. У 69-летней пациентки 40% ожогов тела. Состояние ребенка медики оценивают как стабильно тяжелое. У него 8% глубоких ожогов. Оба находятся в реанимации. Специалистам санитарной службы Карагандинской области вручили ключи от новых автомобилей. Парк пополнили 8 легковушек отечественной сборки. Теперь на балансе в ведомстве 24 машины. Большинство из них прикреплены к районным подразделениям. Новые авто распределяют по службам городов-спутников. А в течение трех лет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля планирует обновить весь автопарк санитарных служб страны. Нам вот такое вот подспорье на сегодняшний день есть. Выдают 8 автомашин, которые будут служить для того, чтобы оперативно решать различного рода задачи. Такие как посещение очагов, отбор продукции и многое-многое другое. Задач перед службой стоит очень много, где необходима оперативность. Между Ак-Тубе и городом Кандагаш по многочисленным просьбам населения наладят автобусные сообщения. Пассажирский транспорт планируют запустить через несколько месяцев после окончания строительства автовокзала в райцентре. В настоящее время в двухэтажном помещении ведутся работы по внутренней отделке. Там будет зал ожидания, билетная касса, столовая и продуктовый магазин. Как только объект сдадут в эксплуатацию, новые автобусы будут ездить в Ак-Тубе несколько раз в день. Стоимость проезда составит 600 тенге. Нас давно волновал вопрос безопасности движения на трассе Ак-Тубе-Кандагаш. Как известно, из-за большой скорости, которую развивают таксисты, случаются множество аварий. Поэтому автобусное сообщение было необходимо. Здесь за водителями и состоянием транспорта будет постоянный контроль. Да и цена билета намного ниже. Порядка 200 грантов получили на открытие собственного бизнеса жители Ак-Молинской области с начала года. Для этого из бюджета направили более 600 миллионов тенге. Многие из начинающих предпринимателей не просто успешно реализовали свои проекты, но и обеспечили работой людей. Об успехах в развитии малого бизнеса расскажет Аслан Буталипов. Многодетная мама Динара Асанова давно хотела открыть собственный бизнес. Для начала она отучилась на курсах по основам предпринимательства. Затем разработала проект по открытию столовой, который успешно защитила и получила грант. На эти деньги женщина арендовала помещение и закупила оборудование. Мы специально выбрали это место под столовую. Рядом много организаций и учебных заведений. Поэтому есть спрос, хоть и работаем недавно. Конечно, все будет не сразу. Пока есть доход, который покрывает наши расходы, но мы не стоим на месте. Расширяем меню, хотим еще больше посетителей привлечь. Теперь у Динары Асановой есть возможность обеспечивать свою семью и трудоустроить других людей. Но основную работу в столовой женщина предпочитает делать сама. Начинающая предпринимательница намерена не только расширить свой бизнес, но и открыть новые точки общепита. В своем успехе она не сомневается. Говорит, главное иметь желание работать и заниматься любимым делом. Думаю, если делать все самому, трудиться честно, то будет и достаток. Нас так воспитывали, ведь я сама из многодетной семьи. Поэтому я всему учу и своих детей. Второй мой ребенок уже приходит сюда, помогает, иногда готовит. Вся надежда на них. Они продолжат это дело. Таких начинающих предпринимателей в областном центре 50 человек. Все они получили безвозмездные гранты на общую сумму более 42 миллионов тенге. Но желающих открыть свое дело таким путем в несколько раз больше, говорят специалисты. По программе «Постал» в текущем году 230 человек обучились. И есть желающие еще получить данный грант. Особенно это социально уязвимые слои населения и молодежь до 29 лет. Те, которые в этом году обучились, они на следующий год могут получить гранты. Акцент местные власти делают на поддержке предпринимательских инициатив молодежи. До конца года 260 молодых людей получат безвозмездные гранты на реализацию своих бизнес-идей. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Кокшетау, Хабар 24. Пиццу за 3,5 тысячи долларов предлагают в одном из заведений Лос-Анджелеса. Это больше полутора миллионов тенге. В состав рецепта входит крошка из 24-кратного золота, итальянские белые трюфели и сервировка на позолоченной тарелке. Дорогое блюдо отличается ультратонким тестом. Оно сейчас очень популярно в Голливуде. Местных жителей привлекает тем, что калорий в нем намного меньше, чем в обычной пицце. В меню есть и более скромные предложения. В основном цена пиццы варьируется от 12 до 18 долларов в зависимости от начинки. Я считаю, что мы произвели революцию в индустрии пиццы, представив наше тесто. Оно толщиной с бумагой, его можно очень сильно раскатывать. И во время приема пищи вы хорошо чувствуете начинку. Плюс из-за такой толщины пицца меньше готовится. 10 минут и она уже у клиента. И на этом все. Всего доброго и до свидания.